Саня, привет! Саня, привет тоже, брат. Вы два Сани пишите подряд. Привет, ребята. Сегодня, видите, на стиле. Красный цвет, кричащий цвет. Приехал в ресторан. В ресторане, ребят, одел вельветовый костюм свой. Я тот, конечно, еще. Фраер, симпатяга. Ребят, ну, видите, торжество, торжество. Слава Богу, немного нам руки развязали. Слетели оковы государственные. И вот что-то как-то где-то стало. Вот сегодня свадьбу веду. Замечательных ребят. Ну, я их знаю. Вот. Поэтому сегодня будет жарко. В общем, папа вернулся. Поэтому, если кому что надо, там, по свадьбе. Ты тот, ты тот, ты тот бладяга. Бладяга, бладяга. Бладяга. И лыбалку люблю. И бладяга я. Те идет очень. Спасибо. Агубин вам родня? Да? Да. Подкидыш был. Мать воспитала его на ноги поставила. Он петь начал, зарабатывать начал и бросил в нашу семью. До сих пор его плакаты. Мамка хранит в шкатулке моя. Стильный, красивый. Как ты уживаешься с тещей? Ребята, это неправильный вопрос. Правильный ответ другой. Что, во-первых, а, мы не уживаемся. Вот. Ну, нам не приходится уживаться. Потому что мы друг друга понимаем. Она никогда не в наши конфликты с Сашей, если они какие-то происходят, никогда не дает советов. Она не лезет в них. А вот. Она мне помогает. Каким-то словом тоже может дать какой-то мне совет. А вот. Я ее поддерживаю всячески по возможности, как могу. Поэтому. Мне же уже не 20 лет, понимаете, где я там за что-то постоянно должен бороться там. Или доказывать что-то кому-то. Нет. Я уже никому ничего не доказываю. Только самому себе. Поэтому я уже знаю, как общаться. Ну, вот. И у нас полное уважение по отношению друг к другу. И понимание, и любовь. Любовь присутствует. Это важно. Я в ресторане, ребят, нахожусь. Приехал. Через 30 минут подъедут ребята. Тюш, и огонь. Тюш, и огонь, огонь. Приеду сейчас с ребятами. Буду их сегодня развлекать. Компания Кубина вообще не похожа. Молодец. А в понедельник на работу уже. Завтра выходной. Завтра дел. Куча. Я сегодня хотел сделать. Ну, думаю, ну не поеду. Потому что сегодня пойду делать дела. И приеду как этот, размягший по часу на свадьбу. Поэтому на завтра перенес. Завтра в Леруа ехать. Там надо что-то покупать. Надо дома хочу в воскресенье все доделать. Вот эти все какие-то моментики. Которые глаза мозолят моей жене. Ну, вот. Поэтому. Вот так вот. Привет из Твери. Привет. Жень, скажи привет Кате. Как ваша малышка? Надеюсь, у вас, Саша, все хорошо. Люблю вас. Спасибо огромное. Да, все хорошо. Вы типаж актера Олега Даля. Вот видите, видите. Сегодня Олег Даль. Вчера, допустим, я был Абдуловым. Позавчера Джонни Деппом. Но самое, что любопытно, все эти три актера, они потрясающе гениальны. Поэтому, если вы действительно видите сходство с этими людьми, то для меня это честь. Супер помолодел. Все тоже очень приятно. Спасибо огромное. Сыну не помогаешь. Позор. Еще мужик дам. Малый муж появился. Все верно. Все верно. А ты сиди на своем диване. А вот. И терпи, как тебя государство в жопу имеет и в рот имеет тебя. И сиди, зарабатывай 15 тысяч. И радуйся своей жизни. А мы, а мы оформим малоимущие. Ну, мы действительно малоимущие. Пусть государство помогает. Привет, Женя. Привет. Привет из Японии. О, Япония это вот. У меня заветное желание побывать в этой стране. В стране солнца. Я очень хочу. Обязательно это все произойдет. Вот. Женя Матерады тоже. Еб твою за ногу. Че такая невезучая. Сколько Жеку пишу. Вообще ноль ответа. Хотя следом читаешь. Все прочитал. 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 Ты сам норм. Спасибо, дорогой. Чемов Кирилл. А, Кирилл. Извини. Кирилл. Спасибо. Привет, Кыргызстан. А, Ассаламу Алейкум. Кирилл. Женя, ответь. Отвечаю. Привет из Милана. Милан. Всем вы таким маломущим, как вы. Как актер. Да. Что вас с дочкой, доченька уже умеет. Ребят, все, что человеческий детеныш в 9 месяцев умеет, все умеет наша дочь. Она не отстает. Немного там где-то перегоняет в каких-то моментах. Но развивается стабильно. Как должна развиваться. Женя, не злись ты хорошая. Да я не злюсь, ребят. Москвичам помогает. А это кто? А ты? Не понял я. Дочку еще не покрестили. Как разлюбить женатого? Слушай, не надо пытаться разлюбить. Вы знаете, я вообще живу по такому принципу. Ну, это мое мнение. Я его не навязываю. И, наверное, может быть, оно для кого-то покажется неправильным. Если вы встречаете человека и чувствуете внутри, что это вот ваша вторая половина. Это то, что вам, то, о чем вы грезили и мечтали всю жизнь. И даже неважно, если он является мужем вашей лучшей подруги. Надо просто брать и все. И получать удовольствие от жизни. И быть с тем рядом человеком, которого заслуживаете вы. И который заслуживает вас. И которого вы по-настоящему будете любить. Каждый его вздох. И не надо себя останавливать и никаких рамок ставить. Вот эта порядочность, она ни к чему не нужна, понимаете. Мы живем один раз. Надо жить сейчас и сегодня. И брать все в свои руки. Это мое мнение. Если он женат, значит, надо отбивать. Если вы чувствуете, что это действительно ваш. Не ради игры какой-то. Вы только вы должны для себя понять. Вы действительно в него влюблены. Или это просто какое-то влечение. Или это просто страсть. Вы хотите его как мужчину. То есть, это разные вещи. Вы должны для себя внутри разобраться. Понять, что такое действительно любовь. И любите ли вы его. Или это так. Чирик-чирик. Если чирик-чирик, тогда, конечно, не стоит. А если так, то вперед. Смелые рассуждения. Да, очень рад тебя. Как дочку зовут? Согласен. Вы полетите за границу в этом году. Малыха, я не знаю, что завтра произойдет. Что произойдет завтра. Поэтому я загадывать не буду. А как же на чужом несчастье счастье не построишь? Это придумали неудачники. У которых ничего не получилось. Они вот придумали вот эту ерунду. Понимаете? Все вот эти поговорки, все поговорки придумали неудачники. Вот эти все черное окошко, там перейдет дорогу. На чужом несчастье счастье не построить. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Это придумали неудачники. Которые в жизни никогда ничего не хотят делать. Не поднимают свою задницу. А только ходят всю жизнь и что-то ищут. Ведь есть поговорка, что он обязательно найдет. Никто ничего не найдет, ребят. На чужом несчастье счастье. В смысле несчастье. Для кого несчастье? Для вас же это счастье. Это ваша жизнь. Это ваш выбор. Привет из Комсомольска на море. Вам тоже огромный привет, ребят. А бумеранг, блядь, бумеранг. В нашей стране нет бумеранга. В нашей стране есть грабли, ребята. Вот на грабли мы любители второй, третий, четвертый раз наступить. Поэтому бумеранг. Вы не думайте об этом. Живите только ради себя, для себя. Для своих детей. Для тех людей, которые действительно вами дорожат и вас любят. И не бойтесь ничего и никого. И не бойтесь никого. Самое главное, не бойтесь осуждения общества. Потому что наше общество, оно живет и грезит тем, чтобы кто-то рядом с ним, из его окружения споткнулся, чтобы потом собраться втихаря и за спиной, как мразотные гиены, обсуждать этого человека. Вообще не думайте об этом. Если вы общаетесь в том обществе, которое вас начинает за что-то осуждать, а вы считаете, что вы сделали правильно, значит поменяйте общество. Значит эти ребята просто не понимают вас. Зачем вам тогда тратить на них свое время? Найдите тех, кто будет с вами на одной волне, грубо говоря. И все. И не тратьте время. На земле живет 7 миллиардов человек. Неужели вы думаете, что отказавшись от двух-трех подруг или друзей, вы что-то потеряете в этой жизни? Нет, вы найдете новых. Здравствуйте, из Мариэл. Привет. Хотя нет. На свадьбах пьешь? Нет, на свадьбах не пью. Раньше выпивал. Раньше мог 50-100 грамм шмякнуть для настроения. Сегодня этого не делал уже. У всех в своей жизни, осуждая других, правильно говоришь, все правильно, 100%. С кем разговариваешься? С кем разговариваешься? Давай, русский, подтяни, возвращайся. Женя Хабаровска, огромный привет вам большой. Согласна 100%, я не могу отойти от этого. На 200%. Привет. Женя Тигр. Привет из Ставропа, вам тоже привет. Я не строгий, нет, я просто на это, я вам объясню, почему я так сижу. Мужик, ты о чем вообще? Андрюха, о жизни, о жизни, о жизни. Сижу так, потому что, ну, мне непривычно вот ходить в таких вещах, и я немножко поправился, и мне здесь еще, у меня тройка костюм. Тут живот передавило, ноги передавило, брюки. Я вот сижу вот так и пытаюсь поменьше двигаться, поэтому, может быть, я даже со стороны кажусь там каким-то серьезным или что-то там. Не-не, нормально, я просто расслабиться не могу. Викачке Пой и Вец, скажись, Хабаровская. Делишка хорошо. Здорово, Жека. Здорово, Антоха. Привет, Новосибирск. Привет огромное. Ну, что вот вы смеете, я вам сейчас покажу, чтобы вы понимали, что происходит. У меня еще здесь пояс есть, вот этот, видите? Я его одел, потому что он живот поддержит. Ребят, ну поправился, что делать? Вот она натягивается, и вот так у меня вот это стало висеть, понимаете? Я могу, конечно, втянуть живот, но это будет не очень красиво. А так вот, если застегнуть, у меня тут даже эти есть, видите? Я забыл, как назвать. О, туфли, все нормально. А так лопа. Опа. Ребят, да, да, не удивляйтесь. Привет, Женек, это ты где сейчас? Свадьбу буду сейчас вести через 20 минут. Здравствуйте. А сколько стоит участие? Ну, все по-разному зависит. Если ты бедолага, то тебе подешевле будет. Если ты как бы зажиточная там, и у тебя там на фотографиях в Инстаграм тачки, отдых, тогда я сдерусь тебя по полной. А если ты простая девчонка, такая же, как я, из народа, и нормальная, адекватная, то у тебя цена будет, ну, я тебе в половину вообще упаду запросто. Если, ты понимаешь, свадьбы, это на данный момент сегодня, это мой, это раньше, когда-то был основным заработком, и я там мог хвататься. Сегодня я уже не хватаюсь, сегодня я уже выборочно. То есть, мне нужен, ну, мне, я хотел бы, чтобы мне человек понравился. Ну, на самом деле, если признаться честно, то выборочность, она пропадает, когда бабки предлагают хорошие. Тогда, конечно, мои принципы, они уже летят в этот. Зажиточному бедолаге подороже. Да, 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 да. Привет, Истихорецкая, привет. Что значит, русский, подтяни, возвращайся, корону сними. Дайте, я дочитаю. Она же старалась, только строчила. Может, просто опечатка? Оставайся. Да, лишь круто, люблю, когда ты людей на место ставишь. Спасибо за открытость. Не за что, моя золотая, не за что. Вы этого заслужили, потому что вы ко мне чистые и откровенные. И я там к вам так живу. С чем приходите, с тем уходите. Отклылось недавно на ваши эфиры в Доме-2, где ты вечно Сашу затыкал. Сейчас то же самое. Нет, сейчас такого нет. Сейчас я уже никого не затыкаю. Сейчас стараюсь уже вообще этого не делать. И вообще считаю, что это, наверное, неправильно. Потому что тем самым я ограничивал свободу слова какого-то, то есть ее действий. Были ограничения с моей стороны. Она этого не заслуживала. Я это понимаю, мне за это где-то в какой-то, в какие-то моменты стыдно. Но в то же время я себя оправдываю, потому что у меня-то опыта жизненного поболее, чем у Сани. Я пытался ее как-то так приостеречь от дальнейших каких-то неприятных моментов. Вот и все. Поэтому я старался ее где-то... Я не затыкал, а притормаживал. Поэтому это разные немножко моменты. Когда затыкал, конечно, мне стыдно. Привет, костюм новый слабо купить. Людмила, ты знаешь, не слабо, не слабо. Даже, наверное, ателье могу купить сейчас. Чтоб мне шили каждый день по костюму. Я боюсь, что ты, Людка, не переживешь этого. Ты ж не простишь мне это. У вас раздельный бюджет. Ну, у нас, да. Здравствуйте, здравствуйте. У нас, да, раздельный бюджет. Ну, как раздельный. То есть, ну, на меня определенные обязательства. На Саши определенные обязательства. То есть, все нормально. Гости подтягиваются. Саша, тебя зато унижает сейчас. Видели в прошлый раз. Да, ребята, да. Постоянные унижения. Постоянные. Не знаю, как с этим жить. Спасибо огромное, Елена, 23. Привет из севера, привет. Нам нравится ваша пара. Спасибо огромное. Жаришь? Кого жарю? Салам, Кузьм. Валекуум, салам. Как вам? А вам надо какой костюм? А вам надо какой костюм? Я не знаю. Пошел бы ведущим на Дом-2. Ребят, пошел бы. А что ты официальный такой? Не обращай внимания на этот понос. Ты лучше просто. Какие у тебя добрые люди в эфире? Да, 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 да. Их предостаточно. Лучше они пусть в эфире будут, чем по жизни будут окружать. У нас с мужем разделено. Но я вижу, как это плохо. Нет, ребят, просто у каждого есть свои обязательства. Слушайте, ну вот есть там мои жене. Мне нужны какие-то там, ну, на какие-то расходы. Я вот недавно едал. То есть она позвонила, говорит, я хочу там мне вот одеться. Хочу поехать немножко там подкинул. То есть, ну... Слушай, это такая тема, она как бы, ну, она не сложная, не тяжелая для меня, ну, просто, просто так. Гости подъезжают взрослые люди. С взрослыми тяжело работать. Ну, с возрастными. А, нет, молодежь, перепутала я. Ничего себе, это не гости, бля. Администратор, что ли. Ой, Жень, привет из Перми. Как там у вас? Собственно, нормально все. Сын, где твой? Сердце в моем. В голове в моей. На Кипре. Спасибо огромное, Виктория. Жень, народу... Ну, нет, 30 человек. 30 человек и... Александр тоже в прямом эфире. Супер. Ладно, ребят, я побежал. Пожелайте мне удачи. После, наверное, мероприятия выйду в эфир, расскажу, как все прошло. Ну, не сомневайтесь, все пройдет на высшем уровне. Всем пока, хорошего дня и... Балдейте от жизни.